Всем привет! Погодка сегодня хоть и солнечная, но немного похолодало. Всего 19 тепла. Решили мы поехать на гору Охон. Посмотреть, что там изменилось после зимнего пожара. Приехали на Охон. Конец апреля, а здесь до сих пор убирают погорелую территорию. От начала до смотровой башни, где сейчас стоит ограждение, обтянутое брезентом, по краям бордюра располагались деревянные бунгало со столами для трапезы. Огонь зацепил и рядом стоящие деревья. Наверно погибнут, сильно уж обгорели. В смотровой башне внутри дугообразных арок находилась кафе Охон в стиле средневековья. Сгорела полностью. Я снимала весной и летом прошлого года. Перед входом на смотровую башню росла лиана. На выходе из кафе стоит стол и пеньки из спилов дерева под цветущей вистерии с мощными древовидными стволами. Но стволы у нее действительно огроменные, скрученные такие, которая красиво цвела весной, а летом украшала башню своей густой зеленой листвой. Заглянули мы и в колхидскую чащу. В весеннем лесу звучит птичья симфония, а в воздухе витает сладкий притягательный аромат свежести. Здесь произрастают более 200 видов высших растений, 34 из которых занесены в Красную книгу России. Горный пион расцветает в апреле-майе одиночными верхушечными чашевидными цветами. Купена многоцветковая, даронокину, желтая ромашка, незабудки, кавказский морозник, лютики. Кликачка колхидская. Приехали специально на Ахон, чтобы посмотреть, что там сгорело. Посмотрели, теперь возвращаемся обратно. Затем мы поехали собирать кликачку колхидскую, очень полезное растение. Об этом я расскажу в следующем ролике. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. День завершался. На обратном пути заехали на Хостинский пляж, попытать удачу. На всякий случай взяли с собой одну удочку. Пришли на море порыбачим с одной удочкой, правда. Ну попробуем, а вдруг опять повезет. Если ничего нет, то придем поедим, посидим, покайфуем, закат. Посмотрим и пойдем. Мы с собой шашлычок вчерашний взяли. Вот там вот девушка рыбачить на спине. Ее не видно, она спряталась за камушками. Мы хотели туда, но боюсь, там удочка запутается, потому что там булыжники. Мы выбрали опять волнорез. Чего? Где? А, ну это это хамса. Мы поели, все сложили. Размотали удочку. Пробуем. Может, что-нибудь получится опять. Сейчас два килограмма поймаем форели и можно домой идти. Настоящий рыбак. Сегодня рыбалка не удалась. Мелкая рыбка поклевывает хлебушек. Да и как-то сил нету, и желания нету. Одна удочка на двоих. Я стою, нету стульчиков. В общем, рыбалка не удалась. Домой хочу. И закат уже встретили. Что-то я пришла на море, наелась, и у меня сил нету. Урала оставила сама на пляж. Решила посидеть. Тяжко. Домой хочу. Нет настроения рыбачить. Акула поймали. Ну вот и все на сегодня. Всем спасибо, кто был с нами. И до новых встреч.